Всем привет! Думаю, многих уже просто задолбала реклама, которая лезет везде и ее невозможно ничем отключить. Даже блокировщики рекламы не могут заблокировать эту рекламу. Также очень многим часто взламывают аккаунты в социальных сетях. Или при скачивании антивируса браузер закрывается сам. Вы не понимаете, что происходит. Вирусов на компьютере вроде как и нет, а куча рекламы, постоянные взломы и браузер, творящий все, что захочет, есть. Эти проблемы имеют одну причину. И сегодня я расскажу, как убрать всю вредоносную рекламу, прекратить взломы ваших аккаунтов и заставить браузеры работать. Поехали! Ну и давайте немножечко покажу, чтобы вам было понятно, что это вообще такое. Потому что не у всех это есть, но у многих это может в дальнейшем появиться. И давайте посмотрим. Например, есть вот такой вот YouTube. Просто мое видео в YouTube, которое нормально, в принципе, воспроизводится. То есть все работает, все нормально. Но здесь есть вот такие вот зеленые окошки. Естественно, эти окошки сделал я сам лично. То есть я не буду показывать чужую рекламу в своем ролике. Я просто вместо чужой рекламы вставил сюда свои личные картинки. Просто чтобы вам было наглядно. У меня стоит у блока Origin. Это специальное программное обеспечение, которое позволяет зарезать всю рекламу на сайте. Но, как видите, даже с установленным вот этим блоком, вот эта вся реклама, которую вы видите в зеленых окнах, она есть и работает. Даже после того, как вы посмотрите очень хорошее мое классное видео на канале по очистке вирусов, вы выполните все то, что я вам там рассказывал. Полностью очистить ваш компьютер от вирусов, все равно данная реклама будет у вас оставаться. Ее можно будет убрать только тем способом, которым я сегодня вам расскажу. То есть в данном случае с этой рекламой не может сделать никто ничего вообще в принципе. То есть сколько бы раз вы не переустанавливали браузер, сколько бы вы не устанавливали различных блокировщиков рекламы, эта реклама все равно будет отображаться. Потому что она работает не за счет вирусов и не за счет того, что она находится в самом браузере, а за счет того, что были подменены некоторые DNS сервера на вашем компьютере, либо на вашем роутере. И что очень важно, DNS сервера сейчас очень часто подменяются на различных роутерах. Это говорит о том, что ваш компьютер вообще мог никак не участвовать в заражении, вам могли просто взломать ваш роутер, переписать там DNS сервера, и вы получаете вот такую вот фигню. Ну, то есть подобную фигню, естественно, с вот такой вот подобной рекламой. Теперь следующее, о чем хотелось бы рассказать, это то, что в принципе вы чаще всего, имея опять-таки подмененные DNS сервера, о них я расскажу чуть позже, можете переходить на различные сайты, которые очень сильно похожи на сайты социальных сетей, но на самом деле этими сайтами не являются. Вот, например, допустим, перехожу я ВКонтакте, вот здесь все вроде бы ВКонтакте, HTTPS даже есть, и он защищен. Ну, не будем сейчас проверять как бы сертификат о том, чем защищен этот сайт, но здесь я оставил на этом сайте несколько подсказок, и даю вам ровно несколько минуток, чтобы найти. Просто поставьте на паузу, и на вот этих вот картинках попробуйте найти что-то подозрительное. Посмотрим, найдете вы или нет. Если найдете, напишите это в комментариях. Ну, и теперь, естественно, я сам уже расскажу, что же тут не так. Обратите внимание на вот эту надпись, отдай пароль. Естественно, это все сделал я сам лично, это полностью копия ВКшного сайта, но обратите внимание, насколько она похожа на реальный ВКшный сайт. То есть откройте сейчас, выйдите из своей учетки, если, естественно, помните пароль, и откройте сайт ВКонтакте. Вы обратите внимание, что он 1.1, но здесь кое-какие есть отличия. Например, здесь написано отдай пароль. Вот здесь, например, есть ссылочка все вирусы. И вот здесь вот, например, написано, что это не ВКонтакте. Введи свой логин и пароль, и мы тебя ломанем. Ну, то есть, в общем, я оставил здесь надписи, которые позволяют идентифицировать то, что данный сайт не является ВКонтактом. Но на самом деле это просто поддельный сайт, который выглядит один в один. Тут можно создать те же самые совершенно надписи, которые есть на официальном сайте. И, соответственно, вы вот этого всего не увидите. То есть как это будет выглядеть? Это будет выглядеть вот так. Сейчас я вам покажу. Обратите внимание, здесь уже надпись «Забыли пароль». Здесь уже все продукты, здесь уже нет никакого «Не ВКонтакте» и так далее. Ну, то есть, сами видите, есть отличия. И еще, как отличить поддельный сайт от неподдельного? Чаще всего мошенники не запариваются, например, с установками языков. То есть, если вы попробуете переключиться на какой-то нестандартный язык, например, перейти вот по этой ссылочке «Все языки», то вас эта ссылочка никуда не приведет. И тут, соответственно, у вас не будет никакого выбора языков. Ну, и, естественно, вот эти все ссылочки, вы можете по ним проклацать. И если они ведут на реально ВК, АДС, ВК и так далее. То есть, есть разные службы для разработчиков. То это чаще всего будет говорить о том, что сайт нормальный и он не поддельный. Но по другим каким-то признакам того, что этот сайт поддельный, понять очень тяжело. Плюс мошенники сейчас уже пытаются сделать и языки, и вот эти все ссылочки продублировать. А даже делают ссылки на официальный стандартный сайт. Но если подмена по DNS, то они этого сделать не могут. И сайт будет выглядеть вообще один в один. Ну, и последнее, что хотелось бы сказать, это о том, что вы переходите на любой сайт с каким-либо антивирусом, нажимаете кнопочку, чтобы скачать данный антивирус, например. Нажимаете на моем сайте. Вот многие уже пишут, что даже на моем сайте, нажимая кнопку скачать. Вот, как видите, у меня пошла загрузка. А в данном случае у тех, у кого подменены DNS сервера, эта загрузка просто не начнется, потому что данная страница сама автоматически браузером закроется. Причем, даже при том условии, что компьютер полностью чист, еще раз напомню о том, что посмотрите обязательно перед этим роликом то видео, где я показываю, как очистить весь компьютер от всех вирусов. Естественно, вы, возможно, все удалите, но настройки DNS серверов, а если вам взловали роутер, то и настройки роутера, естественно, антивирус вам не изменит. И вам придется делать все вручную. Итак, что делать, чтобы вот этих всех проблем избежать? После того, как ваш компьютер заражается вирусом, вирус сразу подменяет DNS сервера на вашем компьютере. И эти DNS сервера вы можете найти в центре управления сети. Во-первых, в десятке, в семерке и восьмерке проще всего это найти через классическую панель управления. Панель управления в десятке, она набирается через поиск, в семерке и восьмерке вы можете просто перейти в панель управления. Здесь поставьте мелкие значки, и вот здесь вот будет центр управления сетями и общим доступом. Далее, идете в изменение параметров адаптера, находите тот адаптер, к которому у вас подключен интернет. Это может быть Wi-Fi, это может быть сетевой интернет. Главное, чтобы через этот именно адаптер был подключен интернет. Если у вас их несколько, ищите тот, на котором у вас происходит активность. То есть, если вы посмотрите состояние, вы увидите, что при подключении к интернету, вот эти вот цифры они будут меняться. И, соответственно, также вы будете здесь видеть IPv4 подключение, что это интернет. Соответственно, тогда этот именно адаптер вам нужно будет редактировать. Нажимаем правой кнопкой, заходим в свойства, дальше находим параметры протокола TCP IP версии 4, то есть вот такую вот надпись, или подобную, там на семерке может по-другому чуть-чуть быть, и нажимаем кнопочку свойства. Здесь есть вот такие галочки, получать адрес DNS автоматически и IPN адрес автоматический. Если у вас подключен интернет через роутер, то сразу здесь можете перейти и поставить вот такую вот галочку использовать следующие DNS сервера. Все DNS сервера бесплатные и скоростные, можете посмотреть в интернете. Возможно, вам некоторые DNS сервера будут намного быстрее работать, чем те, которые я сейчас покажу. А я показываю просто гугловские сервера. Это 4 восьмерки и 2 восьмерки и 2 четверки. Вот. То есть, соответственно, после того, как вы изменяете только DNS сервера, нажимаете кнопочку ОК. Если у вас здесь стояли какие-то DNS сервера и эти DNS сервера поставил вам именно ваш провайдер, то есть вы у провайдера, если что, можете позвонить и уточнить, ставили ли вы мне на компьютер какие-то DNS сервера. Обязательно их сохраните, потому что возможно, ваш провайдер работает только со своими DNS серверами. Но тогда, по идее, у вас такой проблемы быть не должно. Вот. Но если же тут никаких DNS адресов не было или здесь могли стоять DNS адреса вирусные, то есть здесь могло быть написано что угодно любые цифры. Соответственно, это могло как раз приводить к тому, что вы видели вот такую вот рекламу на тех сайтах, на которые ее быть там, в принципе, в тех местах не должно. И это может быть не только на YouTube, это может быть совершенно на любом сайте. Так вот, здесь вы прописываете DNS сервера, в принципе, в поиске вы можете найти быстрые DNS сервера. Вот такой вот будет запрос. Обратите внимание, вот он есть, публичный Google. У него вот как раз те DNS сервера, которые я ввел. Вот есть OpenDNS сервера, они бывают иногда даже быстрее, но это все зависит от того, в каком местоположении вы находитесь. Некоторые DNS сервера могут работать быстрее или медленнее. По поводу DNS серверов, есть отличное видео о том, как увеличить скорость интернета. Я уже это все показывал. Посмотрите, это видео, оно будет вам очень-очень полезно. И, естественно, там же я показывал, как менять вот эти вот DNS сервера. Ну вот и все. Вы выбрали самые быстрые для вас DNS сервера, нажали кнопочку, оп, закрыли. Все, вроде бы все нормально, все должно работать. Заходите на тот же самый YouTube и у вас опять вылазит реклама там, где ее быть в принципе не должно. То есть запомните, на YouTube вот тут вот никогда рекламы не бывает. На YouTube вот такой вот висячей рекламы, которая ездит вместе с вашим окошком, ее никогда не бывает. То есть и это значит не YouTube-овская реклама, это просто какая-то вредоносная вирусная реклама. Также DNS сервера действуют и на вот эти поддельные сайты. То есть когда у вас стоит вредоносный DNS сервер, то вас перенаправляют не на официальный сайт, например, ВКонтакте, Одноклассники или на какие социальные сети вы заходите, а вас перенаправляют DNS сервер на те сайты, которые создал злоумышленник. И они один в один похожи с теми сайтами, которые вы видите, но, соответственно, вы просто когда вводите вот сюда вот свой логин и пароль, нажимаете Войти, при этом отправляются данные злоумышленнику о том, какой у вас логин и пароль, и он собирает их себе в базу. Потом вы обнаруживаете, когда вы уже чистите компьютер от вирусов, меняете DNS сервера, заходите на официальный сайт и обнаруживаете то, что вас ломанули. Вот так вот вас ломанули, вы сами отдаете свои логины и пароли злоумышленнику. Вот такой вот расклад. Ну и то, что, как я уже говорил, то, что при скачивании различных антивирусов на официальных сайтах просто у вас закрывается браузер, потому что браузер реагирует на то, чтобы вы не могли скачать никакой антивирус, чтобы вы не могли от вирусов ваш компьютер почистить. И в этом случае вы можете не менять даже DNS сервера, вы можете просто, например, скачать с другого компьютера, перенести на флешки или даже на смартфон закачать нужную вам программу и скинуть ее на ваш компьютер. Ну, в принципе, как ее скачать, вариаций много. Подумайте, напрягите вашу голову. Так, что же делать, если вдруг вы на компьютере поменяли DNS сервера и у вас все равно осталась реклама, вас все равно продолжают взламывать и у вас все равно закрывается браузер в том случае, когда вы пытаетесь скачать антивирус. Дальше нам нужно идти, значит, на ваш роутер. Ну, во-первых, определитесь, есть ли у вас роутеры, подключены ли вы к нему. В моем случае у меня есть роутер и я к нему подключен по кабелю. Вы же можете подключены быть по Wi-Fi. И тогда вам нужно будет найти тот адрес, к которому вы можете подключиться к вашему роутеру. Чаще всего это адрес или 192.168.0.1 или же вместо единички в конце нолик. Но бывают иногда роутеры, которые по задумке авторов имеют какое-то другое значение. Тогда переверните роутер. Чаще всего сзади на наклейке будет написано, как на этот роутер зайти. Или, как минимум, в мануале этого роутера, в книжечке, которая идет вместе с ним, тоже будет написано, как на него зайти. Соответственно, заходите на ваш роутер. Вот в моем случае у меня вот такой вот D-Link. У вас он спросит еще логин и пароль от входа в роутер. То есть, там я рекомендую не оставлять стандартные значения, потому что как раз имея стандартные значения логина и пароля для роутера, его проще всего взломать. То есть, просто методом перебора перебирается пароль, подбирается пароль, злоумышленник подключается удаленно к вашему роутеру или вирус подключается удаленно к роутеру. И, соответственно, этот роутер, в нем переписываются DNS-сервера. Те же самые, о которых я только что говорил. В моем случае я покажу на роутере Diri 620. Естественно, у вас другие роутеры и вам нужно будет именно найти в своем роутере настройку DNS-серверов. Обязательно. То есть, в моем случае это вот здесь вот расширенные настройки. Здесь у меня есть сеть, сеть WAN. То есть, WAN-сеть это та, которая к внешней сети я подключен. То есть, та, через которую у меня подключается интернет. У меня здесь есть порт, по которому подключен мой интернет. И обратите внимание, что у меня здесь уже прописан первичный DNS-сервер 8.8.8 и вторичный DNS-сервер. Но у вас же тут в этом, ну, у вас может быть другой интерфейс, естественно, в вашем роутере. И у вас могут быть либо вообще не прописаны DNS-сервера, либо прописаны вирусные, вредоносные DNS-сервера. То есть, вместо этих цифр будут какие-то другие цифры. И вот это чаще всего и будет приводить к тому, что у вас будет вот такая реклама, у вас будет не настоящие сайты социальных сетей и так далее. Но, опять-таки, перед тем, как менять здесь DNS-сервера, обязательно уточните у вашего провайдера, какие DNS-сервера можете вы использовать. Можете ли вы использовать только DNS-сервера провайдера, или вы можете использовать любые совершенно DNS-сервера? Почему я об этом упоминаю? Потому что, если у вас здесь стоят DNS-сервера именно провайдера, и вы их переключите на вот эти, к примеру, гугловские, то, возможно, у вас перестанет работать интернет. Поэтому обязательно, перед тем, как менять, запомните хотя бы то, что здесь стояло. И если вдруг у вас перестанет вообще интернет работать, поставьте обратно то, что здесь стояло. И нормально все тогда будет работать. Естественно, после того, как вы прописали DNS-сервера, надо сохранить конфигурацию. Во многих роутерах, кроме сохранения конфигурации, нужно будет роутер еще перезагрузить. То есть, будет режим перезагрузки, и вы можете этот роутер перезагрузить, чтобы уже все настройки автоматически применились. После этого у вас все должно будет пропасть. Но есть еще один и последний момент, который может приводить тоже вот к этой же самой заразе. И это, кроме настроек DNS-сервера на компьютере, кроме настроек DNS-сервера на роутере, это еще может быть учетная запись вашего браузера, к которому вы подключены. Что это значит? Это значит, что, например, в браузере Google Chrome, здесь вот вы можете войти в Chrome. И чаще всего люди, которые там, к примеру, удаляют свой браузер, чтобы потом восстановить там все закладки, все посещенные сайты, историю сайтов и так далее, входят под своей учетной записью в этот Chrome. Так вот, в чем проблема? Если вы войдете под своей учетной записи, то есть у вас вот здесь не будет кнопочки «Войти в Chrome», и вы уже будете пользоваться под своей учетной записью, то вирус мог в браузер, в учетную запись вам интегрировать подмену DNS-серверов. То есть сам браузер будет подменять некие настройки и DNS-сервера для того, чтобы вы не могли подключиться к нужным вам сайтам, или у вас высвечивалась реклама везде, где ее быть не должно, или у вас, опять-таки, подставлялись поддельные сайты социальных сетей или любые другие поддельные сайты. Так вот, если вы будете чистить ваш компьютер, когда у вас вот эта вот учетка будет подключена, чистить от вирусов, когда у вас эта учетка будет подключена, то вы что получите? У вас учетная запись, она синхронизируется с интернетом. После того, как вы даже на компьютере полностью вирусы все свои удалили, браузер ровно через секунду синхронизируется с тем, что было подключено в интернете и сохранено в интернете, то есть все данные, которые вы используете в браузере, и браузер эти данные отправляет на синхронизацию в облако. Таким образом, через секунду у вас все эти вирусы вернутся, поэтому, чтобы уже быть точно стопроцентным уверенным в том, что у вас не будет вируса, в том числе и браузеры, вам нужно будет перед тем, как чистить ваш компьютер, выйти из хрома, а еще лучше вообще поменять учетную запись. Чтобы поменять учетную запись, я рекомендую для начала как минимум сохранить ваши закладки, сделать это можно очень-очень просто. Вот здесь вот есть раздел закладки, здесь есть диспетчер закладок, и если у вас сохранена хотя бы одна закладка, вы эту закладку или кучу закладок, которые у вас есть, вы можете ее экспортировать. Например, вот здесь вот нажимаем три точки, и здесь нажимаем экспорт закладок. Рекомендую экспортировать файл на рабочий стол, сохранить этот файлик если вы хотите выйти из учетки но оставить все ваши закладки и сохранить закладки на рабочем столе вот выбираем рабочий стол нажимаем кнопочку сохранить смотрим вот они появились а все закладки для google chrome а которые у меня были но если вы выйдете из учетной записи из вот этой вот сейчас я в нее не вошел но если вы из нее выйдете то соответственно у вас еще и потеряются все логины и пароли которые вы вводили на сайтах поэтому рекомендую их предварительно сохранить и записать если уж вы точно хотите сто процентов очистить ваш компьютер ну и еще последнее кроме того что у вас может быть синхронизирована учетная запись с облаком и туда могут загружаться все вот эти вот вирусные заразы кроме того у вас могут быть зараженные пользователи так вот нажмите вот здесь вот на иконку пользователя управлять пользователями обратите внимание сколько здесь у вас пользователи если у вас тут их несколько то я рекомендую удалить все кроме той которой вы пользуетесь но естественно предварительно сохраните все закладки и ваши пароли от ваших сайтов без этого у вас вы по удаляете все и потом не сможете это все повосстановить чтобы удалить пользователя просто в нажмите удалить пользователя и вся информация там пользователя вместе с вирусными настройками будет удалена ну вот и все что я хотел рассказать в этом видео надеюсь это видео вам обязательно поможет не Не забывайте о том, что если видео вам помогло, то нужно обязательно подписаться на канал, потому что на канале есть целая куча интересных и полезных видео, которые могут помочь вам, вашему компьютеру. А теперь и видео у нас здесь про Android. Так что подписывайтесь, лайкайте, не забывайте о моем канале. На этом всем пока. Продолжение следует...